Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю. Срок сдачи – четвертый квартал 2013 года. Телефоны – 48333 и 48300. Партнер программы «Новости» – клуб танцевального спорта «Лунапарк». Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости «Анапа-регион». В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. В Анапе продолжают сносить самострои. Анапчане представили город-курорт на ежегодном фестивале урожая в Краснодаре. Детские и летние площадки завершат работу с 20-х чисел августа. Юные восводовцы прошли с агитацией по побережью. Об этих и других событиях расскажем прямо сейчас. Власть Анапы продолжает работать с самостроями. Незакон возведенные дома сносят. В списке у судебных приставов исполнителей потенциальных кандидатов около 60. Список будет пополняться. Один из самостроев на въезде в город архитектурный облик больше не портит. По внешнему виду многоквартирный жилой дом, но незаконно построенный. Попасть на территорию самостроя сотрудники администрации коммунальных служб сразу не смогли. Свет обрезали с улицы, воду перекрыли через соседей. В настоящее время осуществляется снос незаконного строительства. Я, пользуясь кончаем, хочу выразить благодарность сотрудникам УВД, администрации службы судебных приставов и управлению муниципального контроля, лице руководителя ученикова Кирилла Александровича, за порядок, организацию работы. И лишний раз сказать о том, что эту работу мы будем продолжать. Если есть желание реализовать себя в отрасли строительства, никаких искусственных препятствий нет. Будем оказывать содействие, будем оказывать помощь, но при одном условии – соблюдением, но предостроительного и земельного законодательства. По решению суда каждый самострой в городе и за пределами городской черты снесут вопрос на контроле первого вице-мэра Анапы Светланы Яровой и Федеральной службы судебных приставов. Наталья Пухальская, Антон Чистяков, Александр Кореневский. Анапа. Регион. И к другим темам. Уборочная страда на Кубани завершилась большим праздником урожая. Мероприятие впервые прошло в Краснодарском баскет-холе, который вмещает 7,5 тысяч человек. Приехали хлеборобы со всего края. По традиции этот праздник проводят в начале августа, когда подведены первые итоги уборки зерновых и колосовых культур. В краевой столице чествовали 80 анапских передвиков, кто внес вклад в кубанский урожай. В этом году в крае собрали рекордный урожай – более 8 миллионов тонн хлеба. Почти на 3 миллиона тонн больше прошлогоднего результата. Это 160 тысяч вагонов зерна. Анапчане провели большую работу в страду и внесли весомый вклад в кубанский каравай. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, хлеборобы города-курорта собрали 54 тысячи тонны. Это на сегодняшний день один из лучших урожаев города-курорта Анапы за последние годы. И также необходимо отметить, что в Анапатаманской зоне наш результат стал самым лучшим. Мы заняли в Анапатаманской зоне первое место по сбору урожая. На праздники собрались представители всех муниципальных образований Кубани. Хлеборобы, ученые агрария, представители общественности. Делегацию Анапы возглавил глава города Сергей Сергеев. На торжественной церемонии чествования победителей уборочной эстрады губернатор края Александр Ткачев поздравил тружеников с рекордными показателями и поблагодарил за отличную работу. Победителями соревнования, достигшими наивысших показателей в производстве зерна по четырем природно-климатическим зонам края, стали Каневской, Тимошевский, Лобинский и Калининские районы. Дипломы и призы вручали кубанский губернатор Александр Ткачев, член Совета Федерации Николай Кондратенко, председатель ЗСК Владимир Бикетов и министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона Сергей Горкуша. Прямо на сцене ключи от новеньких автомобилей «Ладо Приора», которые ждали своих владельцев у входа в спорткомплекс, получили лучшие три комбайнера. Перед зрителями выступили с большой концертной программы артисты кубанского казачьего хора и участники творческих коллективов Краснодарского края. В завершении мероприятия все гости попробовали праздничный каравай зерновых культур. Жатва 2013 на Кубань еще не завершена. Впереди уборка риса и кукурузы. Алина Гумерова, Артем Зиборов, Анапа, регион Краснодар. Заканчиваются школьные каникулы. В последней декаде августа завершат работу летние досуговые площадки при домах культуры в сельских округах. Специалисты Управления культуры провели семинар с ответственными за работу с детьми работниками клубных учреждений. Подробности мероприятия расскажет Лариса Басова. Семинар проходил на базе Дома культуры Станицы Анапской с целью обмена опытом работниками клубных учреждений, чтобы на летние площадки дети сами стремились прийти и чтобы им было интереснее провести время в клубе, чем дома или на улице. Практическое занятие с детьми показали работники культуры Станицы Анапской. Это интерактивная познавательная игра по зоологии. Дети показали знания о насекомых. Попередила своих сверстников команда «Бабочки» Станицы Анапской. А стрекозы у Сатовой Балки заняли второе место. Мне на этой площадке очень все понравилось. Я на следующий год приду сюда, мы здесь играем, ходим в парк. У нас здесь всякие конкурсы, мы ездим к ветеранам, помогаем им. У меня появились новые друзья. Это был Тима, Динара, Эльвина и другие друзья еще. Эта площадка самая веселая, здесь дети хорошие, никто не дерется. Наш воспитатель самый хороший, нас ходит, ведет в парк, везде мы гуляем, веселимся, иногда дискотека. После показательного занятия сотрудники клубов отчитывались о проделанной работе. Видео и фотоархивы у всех накопились богатые. 28-летних площадок работали с 1 июня по 20 августа для детей от 7 до 12 лет, для которых ежедневно, кроме субботы и воскресенья, проводились детские праздники, интерактивные и культурно-познавательные программы, театрализованные представления, кинолектории по кубановедению и мероприятия по пропаганде здорового образа жизни. Работали кружки по интересам и студии. Все мероприятия составят копилку управления культуры с тем, чтобы на следующий год организовать отдых также на высоком уровне. Лариса Басова, Александр Кореневский, Анапа-регион. Невыдуманные истории, правила поведения на воде и практические рекомендации. Юные васводовцы провели профилактические занятия с детьми, отдыхающими в здравницах Анапы. Что на море хорошо и что на море плохо, узнала Наталья Пухальская. Четвертая смена в детском лагере «Ласковый берег» заступила на дежурство. В режиме онлайн отдыха 270 детей, объединенных в порталы, и 44 провайдера – это воспитатели. Принцип их работы – в первую очередь дружба, поэтому девчонкам не скучно на футболе. Вместе все кажется интересней. Днем мы на море ходим, бываем футболом занимаемся, баскетболом, глиболом. Разумеется, очень классно. У нас на севере очень холодно сейчас. Тут очень теплая погода даже. Ох, как хорошо, ура! В лето приехали. Здесь отдыхается очень хорошо. Много нового за этот год появилось. Это первый раз, да? Да, я гораздо больше был здесь. Ну, сколько раз? Ну, раз восьмой, это точно. Общее правило в лагере – на первом месте комфорт и безопасность детей. И один из поводов получить заветные лайки, известные в социальных интернет-сетях, как бонусы или баллы. Невиртуальные гости – юные участники Всероссийского общества спасания на водах. На торжественной общей линейке рассказали о правилах поведения на воде, что можно и что запрещено во время купания в море. Теорию подкрепили яркими примерами из жизни и провели практическое занятие. Гибель людей на воде в России занимает четвертое место после дорожно-транспортных происшествий, алкоголизма, наркомании. Вот наша задача свода – довести до населения, особенно приоритетные дети, детские лагеря, школы, детские сады, чтобы довести до сведения, вооружить их знаниями по правилам поведения на воде. У нас общения эти у нас проходят традиционные. Несколько раз в течение всех смен практически они к нам приезжают, рассказывают о безопасности купания на воде. Но я, допустим, как директор воспринимаю это очень положительно, потому что, ну, допустим, сравнивать, если есть у нас полиция, есть у нас народная дружина, если у нас есть, значит, медицина, у нас есть медицинские, значит, дружины. Ну и, соответственно, здесь освод, он приносит огромную-огромную пользу, тем более это дети. Когда дети, вот мы видели с вами, общаются с детьми, это, я считаю, что более доходчиво и, значит, более правильно. В Осводовце проводят такие занятия в детских садиках с дошколятами, в школах во время учебного года, летом в здравницах Анапы безопасности слишком много, не бывает. И вспомнить правила полезно всем, особенно по пути на пляж. Ребята раздали листовки с правилами отдыхающим в станице Благовещенской. Наталья Пухальская, Алексей Мухортов, Анапа-регион. В минувшие выходные на Театральной площади прошел всероссийский турнир по стритболу «Оранжевый мяч-2013», посвященный Дню физкультурника. Забросить мяч в корзину попытались 700 участников в трех возрастных группах. Наша съемочная группа побывала на мероприятии и узнала правила игры уличного баскетбола. Свобода, фантазия и веселье – вот что объединяет уличный баскетбол. Стритбол – это спорт без четко определенных правил, но его курсы снова на положениях обычного баскетбола. В уличный баскетбол, как правило, играет на свежем воздухе на любой асфальтированной площадке. В стритболе закрывают глаза на многие ошибки и фоллы традиционного баскетбола. Возможно, из-за этого он и набирает большую популярность. Все это сделано для того, чтобы оживить саму игру и усилить радость каждой минуты, проведенной на баскетбольной площадке. В Анапе такие соревнования проводят уже в третий раз. От имени главы муниципального образования, город-курорт Анапа Сергея Павловича Сергеева, Сергеева искренне поздравляю вас, желаю вам успехов, здоровья крепкого, ну и самое главное – мирного неба над головой. Побольше площадок, побольше соревнований и побольше участия в массовых мероприятиях. Для участников и гостей мероприятия выступили детские творческие коллективы города-курорта. По словам организаторов турнира, Анапу выбрали место для проведения игр не случайно. Что главное – у вас очень много солнца, и что находиться на воздухе – это намного приятнее, чем нежели где-нибудь, например, в Челябинске или Екатеринбурге. Поэтому здесь именно заниматься спортом, мне кажется, действительно, здесь должны быть и большие базы, и крупные спортивные сооружения, которые вот сейчас как раз и строятся, и уже есть. Стритбаскет включает в себя многие атрибуты молодежной культуры. Уличный баскетбол – не просто спорт, еще и музыка и мода. Но при всей своей простоте и доступности данный вид спорта не ограничился только улицей. Турнир «Оранжевый мяч» получился динамичным и прошел в прекрасной, позитивной атмосфере спорта, праздника и лета. Алина Гумерова, Александр Кореневский, Анапа. Регион. На сегодня это все новости. В завершении выпуска прогноз погоды на завтра. Прогноз выходит при поддержке наших партнеров. Салоны магазина изделий из камней самоцветов «Тайны Медной горы» и торгового центра «Алиса». Всегда удачный шопинг в центре города. У каждого из нас свои желания. Кто-то любит шопинг. Кто-то не любит шопинг. Кто-то любит играть. А кто-то любит себя. Торговый центр «Алиса» Исполняет ваши желания. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин «Тайны Медной горы» приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон-магазин «Тайны Медной горы» подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. В среду 14 августа в Анапе солнечно и ясно. Температура воздуха днем плюс 25-27 градусов, ночью плюс 25. Ветер западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды в Анапской бухте плюс 25 градусов. Далее блок полезной информации от партнеров программы производственного предприятия «Меркурий-2» и клуба танцевального спорта «Лунопарк». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю. Срок сдачи 4 квартал 2013 года. Телефоны 48-333 и 48-300. Они стали легендой. Девятикратные чемпионы мира. Клуб танцевального спорта «Лунопарк». Стань одним из нас. Стань чемпионом. Стань чемпионом. Конец. Клуб танцевального спорта «Лунопарк». тороп ? Клуб танцевального спорта «Лунопарк».